короче достал распределитель с него какая-то такая труха высыпалась вот он отработал значит с 19 года работу я его стал да где-то в девятнадцатом году сейчас 24 год значит пять лет прокрутился крупцы вроде бы нормально случилось вот что ребята сейчас значит будем искать неисправность но видимо 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 мне кажется что тут что-то тут короче рассыпалась непонятно что это такое что-то здесь круче внутри было а случилось вот что значит еду я на дачу как обычно вот и километра мне не хватило доехать машина бах и и как обрезала вообще все пропало она мертвая вот я встал короче ну естественно сразу посмотрел короче топливо вроде бы идет но и не при включении зажигания не срабатывает значит не бензонасос не срабатывает не форсунка вот ну давление в системе было потому что я при при шланг при открутил как бы посмотреть его кстати сейчас надо проверить как он закрутил я его хорошо или нет ну вот надо поджать еще вот здесь вот я проверял а никакой искры вообще не было в общем сегодня я значит что зел приехал я на маршрутке посмотрел я значит как заряжен аккумулятор вроде бы нормально немного под заряжал но заряд есть вот снял я трамплер перед тем как снимает надо посмотреть куда выставлен бегунок обязательно за меня он стоял на четвертый цилиндр далее значит вчера не помню там на трассе как бы не совсем было удобно не совсем хорошо как это все дело проверялась но по моему значит тыкая здесь центральным проводом через свечу значит с катушки зажигания искры не было и ничего не срабатывало сегодня значит я это вот дело повторяя и все есть значит что там за глюк что там за это непонятно но решение такое значит будем менять трамплер полностью целиком сборь вот он этот трамплер чик оригинальчик секам вот в таком хорошем оригинале каждый тут все вот ходит все замечательно хорошая резинка стоит уплотнительная вот видимо снята с хорошей машины вот сейчас мы его туда поставим и я думаю что датчик холла здесь естественно в рабочем состоянии по идее если датчик холла значит у нас не работает машина не заведется или если он может работать через раз бывают такие случаи когда машинка холодные все более-менее с датчиком холла работает как только он прогреется хорошенько она его обрубает в общем все он там меня какой-то глюк происходит машина очень не заведет не доверяется до того момента пока она не остынет и вот я думаю что если я сейчас значит поменяю трамплер чик ну и меня еще есть и катушка и помню беру либо же можно катушку заменить то машина заработает и будет работать дальше как часы вот но я еще решил сделать заодно профилактику и и вот вы видите что я тут нас света просто не было я вот я так вот таким специальным съемником снимаю значит опа все дела щуточки снял так правая левая левая с левой стороны правой с правой и значит полезем мозги мозги на посмотреть что там у нас творится кто знает значит что здесь высохло шутку за это изоляция какой-то диэлектрик ну и вот эта фигня вот вы конечно пишите в комментариях то есть вот наверное что то вот здесь вот было связано с этим вот что-то здесь стояла фишка вот она вся болтается здесь вот отваливается может приклеена что было непонятно не знаю я так вроде бы утра сюда становится провода вроде целая значит да значит 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 что еще но чем кто сталкивался с такой фишкой можете написать комментарий что это вот диэлектрики так и что за хрень такая непонятная так значит первым делом что еще сделаю еще сейчас вот здесь вот отсоединю так надо сюда тряпочку загнать так сейчас так смотрим там вроде бы все нормально но тряпку надо загнать почистить от этой вот грязи все и значит продуть сжатым воздухом чтобы поставить значит вот тот бэушный но новый новый бэушный так скажем распределитель зажигания так значит вот здесь вот сейчас вот это вот видите сколько песка сколько грязи вот этого даже ржавчины чтоб она туда не попала надо вот это вот хозяйство почистить тут вот так вот и продуть здесь вот приподнимем еще и вот с этой стороны вот видите сколько тут надо работать аккуратно а все это если вот этого не делать то все это полетит вовнутрь теперь немножко при вытянем тряпочку потому что все таки туда тоже попадает это же еще все ну вот более-менее можно конечно думать ну вроде нормально теперь после этого будем сейчас опускать туда новый трамплер вот пока произвольные вот так вот опускаем так у нас значит так на четвертый цилиндр показывала у меня показывала на четвертый цилиндр вот он по-другому не всанет только угол опережения конечно вот может как бы крутануться то есть ну вот это вот да угол опережения зажигания может может немного конечно крутануться еще смотрим смотрите на этом стояла вот это вот такая пластмасса да и она вам вся трещит а на стареньком была вот такая вот и меня такое впечатление что вот это вот лучше чем это и вот кстати говоря вот это наверное хрень и рассыпался там но ребятка он может были такие вот это вот вообще как металлическая она нанес металлическая на такой пластик гораздо крепче чем он тут поставлю вот эту сам бегунок совсем другого типа вот видите какой здесь и здесь вот здесь кстати говоря можно померить сопротивление потом но вот в этом я вам мерил сопротивление больше где-то вот в этом ну надо померить короче сопротивление вот в этом и в этом ну вот они видите отличаются то есть они вот не знаю какой оригинальный ну вот как то так вот поставим то что было вот это все чистим пластинку подмазываем болтик и поджимаем сам распределитель потом надо будет уже но я в зажигание буду выставлять значит на глаз поймаю буду ловить да то есть я приблизительно помню как стояла это какого ну сам значит распределитель мы можем кстати на старом по еще посмотреть как уши значит вот этой вот самой они отпечатались сам и как вот ну подогнать то есть ну более менее чтобы поймать вот а потом это все на слух выставлен да и все ну вот собственно говоря заменил рамплер по ходу там сдох датчик холла но это еще ребят не все ну вот надо сейчас только поймать как бы зажигание так обороты сейчас вам покажу она повышенная машина холодная еще вот ну наверное пока вот так вот оставлю вот ну наверное пока вот так вот оставлю так зарядка идет 14 вольт так клапана вроде не ляпают пока наверно вот так оставлю а а вот и а и но это еще не все надо добраться все-таки посмотреть что там еще с мозгами потому что мне кажется что там еще что-то окислилось и оно периодически парит голову показываю еще раз зарядка нормальная 14 вольт так машинка уже вот прогрелась вот так вот поработаем сейчас и вот так вот я поднимался в горку на 3000 обороты потом все, блин, резко обрезало короче, датчик ухула и трамплеру тому, я понимаю настал кирдык ну а на трассе проверять что-то там искать было как бы не совсем так, фары горят ничего не перегорело что еще посмотрим тут горит все печка дует ой, так, магнитолу свое дело хрен его знает тут а, вот она смотрим ну, магнитола загорелась значит, ничего все, с предохранителями все нормально вот такая вот шляпа так ну и здесь у меня это, это все загорелось у меня сначала было подозрение что еще что-то с предохранителями там произошло так, все, машинка уже хорошо прогрелась пойдем зажмем трамплерчик завтра буду расковыривать значит до мозгов добираться а, вот сейчас еще потушу потушу все, убрал эти какого габариты сейчас выставим зажигалку еще раз на слух ну, вот небольшой есть в резком нажатии есть небольшой щелчок по клапанам а дальше устойчивая работа я думаю, в таком состоянии надо зажимать пока а там еще в процессе работы то есть, ну, как бы в дороге можно посмотреть как она будет тянуть а пока зажмем все берем и зажимаем вот так все, на этом все всем удачи всем не ломаться всем успехов, да а я, значит еще сниму видео если я там что-нибудь накопаю в мозгах я обязательно строю это все вы видите, что я уже снял щетки, да то есть, я эту вот дождевичок сниму ну, чуть-чуть позже то блинное видео будет и посмотрим что у нас там с мозгами и, короче, снимем и мне кажется что там тоже что-то еще зарыто почему? потому что она я говорю умерла очень так непредсказуемо резко но перед этим были кое-какие позывы она не хотела иногда заводиться а я грешил на аккумулятор хотя аккумулятор скажу однозначно я снимал видео ему уже люди сколько не живут как говорится да, аккумулятор и все работает и если вы заметили то есть я его постоянно подзаряжаю даже вот сейчас тут кропки выкручены хотя зарядка идет нормальная вот на нем ну, в общем, все всем пока до скорых встреч ставить на канале всем пока до скорых встреч